Сегодня в суд Галия Бану Фахрулина пришла в приподнятом настроении. Она была уверена, что во второй раз с неё снимут обвинения. Напомним, поводом для судебных разбирательств стал захват заложников в нотариальной конторе. Угрожая пистолетом и взрывным устройством, пенсионерка потребовала поставить подписи на документах. Напомним, пенсионерка была недовольна работой нотариальной конторы. По её мнению, там затягивали с оформлением документов о наследстве. Сотрудники и в самом деле усомнились в подлинности предоставленных бумаг. Уже потом стали известны факты, которые легли в основу дела о мошенничестве в особо крупном размере. Галия Бану Фахрулина, узнав, что знакомый пожилой мужчина владеет квартирой, решила выйти за него замуж. Вот только пенсионер жениться не хотел. Поэтому, завладев его паспортом, в ЗАГС она пошла с другим, похожим на него мужчиной. Оформив брак, переписала квартиру на себя, а когда новоиспечённый супруг скончался, собралась вступить в наследство. Следствие так не считало и пришло к выводу, что гражданка Фахрулина занималась мошенничеством. И, как и в первый раз, прокуратура потребовала пенсионерку наказать строго. В виде реального лишения свободы на 7 лет с отбыванием в справедливом колонии общего режима. Рассмотрев снова все материалы дела, суд признал вину пенсионерки доказанной и не снял обвинений в захвате заложников, а главное в мошенничестве с мнимым замужеством и недвижимостью. И хотя немного смягчил наказание, назначив ей 6 лет условно вместо 7, после долгих разбирательств окончательная точка в этом деле не поставлена. Я обязательно верну дело в Москву. Потому что на это я знаю, точка поставит только Москва. Если уж Татарстан не исправит свои ошибки. Я вам еще раз хочу повторить. Если вот так дело стряпать, это надо 70% вдов возбуждать углом дела и выкидывать на улицу.